друзья это павел куксенко вот сейчас прям в режиме онлайн сидим переписываемся в чате команды победителей нашей и один из вопросов задал володя слотенков интересный вопрос звучало как-то что при аукционе если поступила имеется ввиду открытый аукцион поступило две заявки но никто не сделал ни одного шага в цене то кому предложат выкупить лот по начальной цене и предложит ли вообще я поспешил с ответом честно говоря как-то не совсем подумал над ответом и написал в зависимости кто подал заявку первым по принципу публичного предложения когда мы даем одинаковую цену со вторым нашим оппонентом по торгам то в данном случае принимается решение по тому кто первым подал заявку кто-то и объявляется победителем в случае если вот такая ситуация возникла при открытом аукционе порядок немножечко другое дело в том что есть еще более глубинные вещи которые нужно учитывать а именно 127 федеральном законе черно-побелом написано в случае если на повторный или первичный аукцион пришел всего лишь один участник торги признают несостоявшимися но это и логично потому что торги предполагают когда люди торгуются если всего лишь один участник то торгов то и не было но законе также есть оговорка и сноска на то что это не лишает возможности конкурсного управляющего предложить единственному участнику выкупить указанное имущество по первоначальной цене если прям совсем по-русски есть у нас аукцион стартовая цена миллион рублей и приходят участники там 45 человек например или хотя бы два минимум что нужно до чтобы торги состоялись начинает торговаться каждому присваивается порядковый номер например мне присвоили номер один моему оппоненту номер два мне предлагается сделать первым ценовое предложение в виде плюс пяти процентов я делаю шаг миллион пятьдесят мой оппонент в течение получаса после меня имеет право сделать еще одну ставку миллион сто ну и так далее пока кто-то из нас не остановится и вот вопрос собственно связано с чем в том что если мы вдвоем пришли на такой открытый аукцион и ни один из нас так и не сделал первого шага то кто же собственно у нас оказывается победителем что будет делать конкурсный управляющий в этой ситуации ну вот стали размышлять и рассуждать на эту тему и пришли к выводу что если никто не сделал никакого шага то собственно по хорошему нужно признавать торги несостоявшимися так как ценового предложения не поступило ни от одного из участников собственно следующим шагом объявлять повторные торги и вот у нас на эту тему возник здесь диспут уважаемые коллеги если вы считаете иначе и у вас есть свое мнение на сей счет вы можете совершенно спокойно написать комментарий дать нам обратную связь и уже в комментариях мы с вами пообщаемся на эту тему кто же прав в этом рассуждении с вами был на апрель павел куксенко друзья подписываемся на канал коменте очень жестко и увидимся в следующих видео пока субтитры подогнал «Симон»